Привет, дорогие друзья! Меня зовут Юля. Смотрите, друзья, я рассказывала уже про свои посылочки вам. У меня много посылочек идет с Алиэкспресса. Я грумер, я стригу собачек разных пород. Сегодня я хочу вам показать на обзор вообще. Мне пришло сегодня три посылки. Мне пришли ножницы профессиональные, грумерские. Я вам сейчас покажу, какие. И мне пришла машинка. Это машинка-триммер. Это не то, что машинка профессиональная, которую можно часами стричь, как типа Мозера. Нет. Это машинка-триммер для домашней стрижки собак. То есть вам, вашу собачку дома, спокойно можно подстричь триммером. Я вам сейчас покажу, как вы можете сами дома подстричь свою собаку. Йорка, шпица, в принципе. Ну, любой породы. Абсолютно любой породы собаку. Сейчас вам покажу посылочку, как она выглядит. Значит, смотрите, друзья. Вот такая машинка. Я такую заказываю первый раз. У меня две машинки-триммера есть Лили. Именно триммерами я пользуюсь Лили. А... Лака, подожди. А это именно машинка от... Баурун. Или как? Баурун. Или Баурун. Вот такая машинка пришла мне. Очень хорошие на нее были отзывы. Отзывы именно были хорошие людей. Ну, как бы не обычных людей, а много писала грумеров. То, что посылка... То, что машинка очень такие... Много держит, долго заряд. То, что меня, как бы, самое важное, меня интересовало. И очень хорошее в наборе. Что туда входит в набор? Я вам сейчас покажу. Значит, буду вам по ходу рассказывать, что здесь пришло, какое оно. Смотрите. Значит, в наборе было инструкция, понятное дело. Какой-то смешной брелок. Так. Дальше. Был в наборе нож керамический. Здесь в машинке идет керамический нож. Вот в наборе был керамический нож. Один дополнительный. Потому что нож стоит вот в самой машинке. Его можно, кстати, эти ножи затачиваются. Я их отдаю в заточку. Так само, как и мозоровские ножи. И эти ножи так само я отдаю в заточку. Они прекрасно точатся. И прекрасно можно пользоваться дальше. Снимается нож вот таким нажатием. Сейчас снимать не буду, потому что новая машинка вставляется очень туго. Ну, вот нажимаем в эту сторону. Вот так снимается нож. И так само вставляется. Дальше. В наборе шло двое ножничек. Ну, друзья, я вам так скажу. Для домашнего... Для домашней стрижки эти ножницы пойдут, можно так сказать, аж бегом. Потому что ножницы, в принципе... Вот видите, какие... Одни вот такие идут в наборе. Потому что такие ножницы отдельно стоят на Алиэкспрессе. Они стоят где-то... Врать не буду, но приблизительно по 4-5 доллара вот такие ножнички идут. Ну, здесь очень приятный бонус. Они идут в подарок в этой машинке. Так. Двое ножничек. Одни вот такие. Вот видите, когда... А вторые вот такие ножнички. Сейчас вам покажу. Вот такие. Звук. Слышите, да? Звук хороший. Правильных ножничек звук. Так, друзья. Идут сюда у нас насадочки. Зарядка идет. Масло. Щеточка. Идет насадочка. 12 миллиметров. Вот. 12 миллиметров это 1,2 сантиметра. Чтобы понимали, да? 9 миллиметров. Так, это практически сантиметр. 6 миллиметров. Так. Вот так вот. И 3 миллиметра. Машинка вообще сама. Она идет от 0,8. Вот смотрите. 0,8. Потом 1,4 и 2. То есть, видите, вот таким нажатием мы делаем. И вот мы поднимаем нож. Вот нож опускается. Смотрите. Нож опускается. И нож... Вот самое большее это вот здесь в машинке. То есть, ну, это практически, так скажем... Вот это можно, если я так скажу... Вот. Вот это практически лысая собака. Вот это вот, если вы вот так будете стричь, это будет просто лысая собака. Вот так вот. То есть, полностью поднимите. Если вот так вот опустите... Смотрите. Вот опустили полностью. Да? Это будет... Лавка, подожди. Мы сейчас будем стричься. Ну, ладно. Пускай я ее пока пущу. То она крутится, вертится. Вот. Значит, насадочки одеваются вот таким образом. Если когда мы одеваем, друзья, насадочку, мы делаем полностью вот так вот. Поднимаем. И одеваем насадочку. Насадочка вот так вот одевается. Вот нож заводится сюда. Вот так вот. Включается она просто вот так. Все. Кнопочка загорелась. Машинка работает. Я не знаю, сколько это будет держать. Мне самой интересно. Я сейчас буду стричь собачку, вам показывать. Ну, посмотрим. Я думаю, что на стрижку собаки хватит полностью заряда батареи. Батарея вынимается, друзья, в этих машинках вот так вот. Вот. Вот эта батарея. Машинка стоит 30 долларов 86 центов, по-моему. Ну, короче говоря, 31 долларов, это привезли мне ее домой, с доставкой домой. Вот. Ну, я вам скажу, для такой цены, такой набор, для домашнего использования, постричь вам собаку, это, в принципе, вы 2-3 раза сводите вашу собаку до Громера, и будет цена, в принципе, этой машинки. Допустим, если взять профессиональные, Мозер, там машинки, да, там один нож стоит больше тысячи, допустим, гривен, да. Вот. То здесь машинка 30 долларов, это 750 гривен. Получается машинка полностью с набором, с ножницами, еще с одним ножом, друзья. Потому что нож тоже отдельно стоит 14, мадя, мадя, фу, нельзя, это я на улице, у себя во дворе, так что у нас бегают мои собачки, гавкают, в общем, не обращайте внимания. Дети катаются на велосипедах рядом, то есть, ну, им надо все там контролировать, то, что происходит на улице. Смотрите, то есть, один нож стоит в районе 14 долларов, вот один нож такой, а он здесь идет в подарок. То есть, машинка, ну, мы посмотрим, сейчас я буду стричь, мы посмотрим, но я вам хочу сказать, что за эти деньги очень-очень даже классный набор получается у нас. Так, друзья, для стрижки это я убираю, в принципе, это я убираю. Я вам сейчас еще хочу показать сразу, то, что я буду использовать в стрижке, эти ножнички я использовать пока не буду. Но я знаю, какие они, потому что я такие уже, в принципе, ножницы покупала. И, ну, как бы, я знаю их качество. Ножницы неплохие. Друзья, вот таких двое ножничек я заказала. Значит, одни ножнички у нас вот такие, смотрите. Это ножнички с дорогой серией, грумерской. Значит, идут они в наборе. Сейчас собачку отпущу пока, пускай побегает. Так, одни ножнички у нас идут. Значит, вот эти у нас стоили 19. Это, я их брала по скидке. Эти 19 с половиной долларов или 19.36, вот так как-то они стоили. Я оставлю вам ссылочку и на машинку, и на ножницы, оставлю ссылку. Кому интересно, вы можете тоже поймать скидочку и не покупать их за 30 долларов, потому что они в районе стоят 20 долларов, такие ножнички. Вот, я их купила за 19 с половиной долларов. Вот такие ножницы одни. Они идут с отверточкой, с вот такой отверточкой. Они идут вот подкручивать вот здесь, вот видите. Вот. И идут с вот такой салфеточкой. И была в наборе еще вот такая расчесочка классная. Расчесочка в районе тоже 100 гривен стоит, если отдельно покупать. Здесь китайцы мне прислали в подарок расческу. Очень большая им благодарность и спасибо. Так, вторые ножнички вот такие. Тоже так само идет отверточка в наборе. Это ножнички, друзья, для стрижки вручную практически. То есть, можно подстричь вручную собаку без машинки. Это, что касается шпицев. В принципе, окантовка любая. Лап, мордочки. Вот этими ножницами делать. То есть, можно подстричь. Ну, видите, насколько они длинные. По-моему, 12 инчей было длинной. Уже не помню. Надо посмотреть там в моих заказах. Не помню сколько. Ну, довольно-таки длинные. У меня нет таких. У меня есть короче ножницы. Это самые длинные у меня ножницы, какие я заказывала. Вот. Ими можно стричь пуделей. Очень классно. Ну, очень классные ножницы. Но нужно до них сноровка, лаки. Иди сюда, зайчик. Иди, моя хорошая. Иди, моя красивая. Иди сюда будем стричься. Иди, иди, иди. Смотри, у тебя упала. Ну, что ты упала. Иди сюда. Ну, лака. Иди сюда. Иди сюда. Лаки, иди, 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 иди. иди, 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 ой, будем сейчас стриться, так, это у нас кормящая мать, она тут защищает полностью весь двор, ей надо все охранять, всю территорию, потому что у нее щенки, и у нас кто мимо двора проходит, у нее кипиш сразу случается, так, друзья, приступаем, так, плакай, садись, так, друзья, сейчас я подумаю, какой насадочкой нам сделать это все дело, друзья, буду стричь на 6 миллиметров, сейчас посмотрим, как она стрижет, вообще, в целом, посмотрим, потому что я тоже стригу такой, в принципе, такой машинкой первый раз, и, ну, честно сказать, я не знаю, буду вместе с вами смотреть, как она стрижет, вот, сейчас посмотрим, так, ладно, остановись, сначала пройдемся на эту сторону, на эту сторону, так, ладно, рассмотрим, как она стрижет, сейчасrup zdjęя, сына,ibhetно и красивая, у меня собачка шерсть густая сначала в эту сторону потом в эту сторону попробуем ребятки решила снять я нож потому что думаю что это длинноватая будет длина у нас лета жара страшная началась будем стричь без не нож сняла насадочку буду стричь без нас без насадочки чтоб покороче было смотрите если вам вот сейчас у меня на двоечку стоит видите я просто стрелу него так вот собаку а вот так вот смотрите и тогда у вас получается длина если вы будете в эту сторону вести поняли как бы у вас получится длина длиннее немножко чем в эту сторону потому что в эту сторону совсем будет как очень коротко просто мне надо покороче максимально покороче потому что я одела насадочку на я поняла что собаки будет очень жарко сейчас уже июнь месяц у нас ну что друзья стрижет она очень неплохо у меня лак лаки очень густая у нее волос густой могу вам сказать что принципе справляется со своей задачей машинка неплохо у меня лаки не любят стоять ее надо постоянно держать она мне ложится собачка это моя посмотрим насколько хватит заряда потому что я ее ставила на зарядку на пять часов она пришла еле жужжала я поставила на зарядку она мне пять часов простояла на зарядке мы думаю достаточно посмотрим как она будет но смотрите друзья что еще хорошо если вас машинка начала разряжаться вот допустим да вы стрижете вас машинка вы слышите что она уже еле жужжет ставьте ее прямо в в резетку вставляете и продолжайте стричь дальше то есть запросто можно так делать то есть если у вас даже накроется аккумулятор когда-то вот это у меня что касается там лили машинки есть да вот там они такого же типа и я им и пользуюсь уже очень очень давно когда заканчивается уже чувствую что буквально зарядки хватает на полчаса то есть даже не успеваешь там допустим собаку подбрить или там уши выбрить очень быстро разряжается то я вам хочу сказать что можно вставить в розетку плюс таких машинок что можно работать одновременно ставим в розетку и она не тухнет то есть она начинает быстро жужжать и ты быстренько дальше продолжаешь стричь абсолютно нормально друзья пока она справляется очень даже неплохо со своими со своей по своей ценовой политики требованием то есть неплохо так мать и не ложись только пожалуйста мелоки такая что она и спит когда я стригу она может даже лечь и спать собачки не больно собачки приятно машинка не скубется я по звуку слышу что собака собака спокойно абсолютно нигде ничего не больно вот а ну баки подожди у меня такая собачка да она лежит сейчас посмотрим как можно побрить ей а ну баки собачка у нас кормящая недавно родила собачка у нас кормящая недавно работая тихо не шумно сейчас посмотрим еще и буду выбривать ножки посмотрим как она будет выбривать подушечки все это дело ушки так все сделаем вот так вот попку на меньше сделаем и друзья если бы эту сторону будет намного короче и сейчас вам покажу смотрите, если в эту сторону ведем то будет намного короче, понимаете а если, ну я имею ввиду за ростом волоса и против роста волоса, то есть если против роста волоса то у вас будет получаться длина покороче, поняли? посмотрите по ножкам можете, в принципе, кому как нравится стричь, я стригу классическая стрижка хвостик мы короче сделаем оставлю ей покороче мне что нравится в машинке, что она очень тихая это мне нравится что я привыкла, у меня мозор прям такой звук издает знаете, как гудит это такая тихая машиночка я же говорю, большой плюс если машинка начала у вас разряжаться вы можете ее вставить в розетку и достать собаку это тоже очень хорошо, потому что многие машинки такие, что вы не вставите в розетку допустим, аккумуляторные машинки вы в розетку вставить не можете она если разрядилась то ее надо наново зарядить потом только начинать работать то эту можно вставить в розетку друзья, машинка очень тихая мне как-то даже аж необычно потому что мои гудят посерьезнее, знаете стрижут довольно таки нормально я же говорю, для домашнего вашего питомца вот такого, знаете, как бы вам хватит ее вам же не надо будет допустим, когда грумер работает тут каждый день стрижки и ножи быстро затупляются и там буквально 10 стрижек и ты нож сдаешь уже в заточку то вам, в принципе, хватит на вашего питомца надолго стричь на год хватит стричь, потом можно отдать в заточку потом еще стричь дальше, то есть я сесси больше выбрала потому что у нас здесь щеночки сосуки так не лака, видите, такая спокойная собачка привозят мне разных на стрижку не всегда спокойных ушки мы тоже сейчас выберем покороче сделаем сейчас я вам покажу, как выбривать ушко у Йорка может быть, кому-то будет полезная информация знаете не все умеют смотрите, друзья делаем на минимальную то есть, ну, полностью видите, вот подняли нож и ставим вот так вот и ведем вот видите не в эту сторону броем не надо вот так вот брить поняли? вы можете порезать края уха а вот так вот выбриваем вот придавливаем пальцем уха и ведем за машинкой вот так вот раз раз вот так вот обязательно держим с другой стороной пальцем это зачем для того, чтобы вы чувствовали нож и не порезали собаку так, есть так само здесь приставили немножко прижали и ведем вот так вот, видите и снимается вот так вот ухо ёрку обязательно надо выбривать потому что ухо зарастает волос тяжелый и ухо потом падает потом люди говорят вот упали уши почему упали уши непонятно ухо падает от волоса потому что длина обрастает ушко и длина длинная на ухе и оно идет ухо под тяжестью ложится так, друзья теперь мы берем смотрите я с этого набора беру ножнички покажу вам как мы делаем окантовку ухе вставляем вот так вот мизинчик ложим вот сюда вот видите на такую палочку вот так вот так срежем и делаем окантовочку ухо смотрите берем приподнимаем вот здесь волосочки прилажаем на сам край и вот так вот делаем вот таким движением раз так само здесь с этой стороны не вот так вот режем потому что порежете собаку а делаем вот так вот прикладываем к уху сам край ну я вот вижу где ухо начинается где край я волоски просвечиваются ну уже у меня как бы с опытом сам край, друзья чтобы обязательно не дай бог не порезать собаку поняли? все вот так вот вот так вот все делаем окантовочку так сделали так само это ушко делаем так поднимаем волосочки и ведем поднимаем волосочки и ведем главное не порезать собачку у нас не стремитесь дорезать там прям до кожи не надо так так здесь все ушко мы выстрели так друзья будем делать окантовочку мордочки сейчас так я сделала хвостик выбрала то что мне надо оставить то что мне надо обстричь брови у нас видите такие тут торчат постоянно мы их обрезаем мне лишнего волоса то есть в тарелке у собаки не надо смотрите беру такие ножнички вот так вот делаем раз вот так вот я оставляю сюда обрезаю делаем ну делаем обычно так как просит клиент ну клиент в данный момент я собачка моя значит как хочу так и стригу друзья смотрите вот здесь я обрезаю ей носик потому что у нас прям такая вот здесь густота она вечно у нее в глазки попадает я всегда ее здесь все обрезаю друзья если у вас ножнички вот такие вот если прямые значит стрижем смотрите как от глаза от глаза подбираем вот эту штучку там где у нас всегда скапливается поняли такое нехорошее с глазика подтекает и вот так вот обрезаем вот так вот смотрите друзья так глазки мы подстригли возле глазок все сняли лишнее вот это вот здесь знаете когда подтекает у юрков у кого есть юрки тот знает что у них здесь нам главное чтобы у нас в глазик не попадала ни одна волосинка потому что обычно глаза текут из-за чего из-за того что попадает волос туда так теперь делаем окантовочку вот здесь вот так немножко приподнимаем кожу на голове ну смотрится может быть конечно оно не очень и вот так вот убираем вот это дело лишнее теперь я беру друзья вот такие ножнички вот такие нет сейчас сначала я вот такими а потом уже теми сделаем ножницы кстати суперские но я же говорю острые очень нужно очень-очень аккуратно не спеша потому что очень острые ножницы просто очень-очень особенно возле глазок но здесь что классно они видите как не острый конец вот это очень хорошо они не такие как знаете как пика потому что мои ножницы у меня ножницы тоже такие закругленные они острые в конце так теперь мы сделаем вот так вот немножко прорежу вот здесь чтобы оно знаете так грубо не смотрелось вот так немножечко вот так вот мордашку чтобы красиво было все у нас вот так вот так расчесываем и поправляем постоянно смотрим где у нас лишняя волосинка теперь боком держим собачку будем делать нашу окантовочку мордочки так расчесали смотрите как у меня палец видите под головой под всем волосом волос наверху палец у меня внизу это для чего для того чтобы вы не порезали собаку теперь берем от уха вот ухо и ведем я делаю этот раз покороче все так что я много снимать буду вот так вот и ведем вот так вот так раз смотрите и выводим линию окантовочку раз поправляем видите девочка моя послушная сидит она у меня приучена ко всему с детства и феном сушится и стрится она меня это воспринимает как должное знаете вот это наша процедура эти все она любит купаться у меня спокойно купается феном сушится она умничка вот смотрите друзья вот так вот получается у нас одна сторона уже есть видите теперь у нас вторая сторона так само мы расчесали расчесываем сколько раз сколько нужно будет не то что там один раз расчесали и все так я могу еще подправлять еще вот так вот немножко знаете там где я вижу какие-то погрешности я все поправляю теперь эта сторона у нас ведем отсюда сейчас зайчик сейчас подожди лакуся лакуся подожди 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 так поправляем так теперь отсюда веду я обычно так всегда стригу ножницы очень острые ребята очень острые реально очень острые и нужно до них ну как сказать привыкнуть короче потому что собака у меня очень густая смотрите как снимают волос очень густой грумерых сейчас кто меня смотрит они понимают о чем я говорю как она вот такую толщину волос снимает одним махом так смотрим мордашку теперь будем здесь выстригать смотреть как ты так дышишь вроде я тебе душу друзья теперь вот так уже поправляем и смотрим чтобы у нас было все симметрично потому что все должно быть симметрично у нас по ушкам здесь покороче сделаю я таки хочу покороче все сделать потому что у нас не зима лето чтобы на дольше хватило нам ушко тоже и смотрим вот так поднимаем два ушка и смотрим так да зайчик да моя хорошая да так и теперь вот здесь еще подправлю не не лакуйся 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 подожди подожди зайка так друзья ножницы шикарные купите не пожалеете серьезно говорю кто профессионально работает может быть конечно для у кого одна собачка может быть вам и хватит и вот таких ножниц которые идут в наборе вот с машинкой но конечно кто постоянно вот как я работает что в день бывает и 4 и 5 и 6 собак то я вам советую такие ножницы купить вы не пожалеете ножницы шикарные я очень довольна машинка ну как сказать нормальная за свои деньги машинка хорошая стри собачку вот видите я вот постригла собачку в принципе вы пострижете свою собачку так само дома такой машинкой вот ну а ножницы для грумеров это просто бомба я же говорю потому что они по качеству не хуже чем те которые по 100 долларов и по 70 долларов есть разные ножницы для грумеров ну как бы они обычно даже дороже всегда бывают чем для человеческой стрижки грумерская все она намного дороже для животных здесь специальная обычная машинка и вы собаку не подстрижете сразу вам говорю потому что другой под другим углом затачивается нож человеческой машинкой нереально собаку подстричь ну может быть там какая-то модель может быть я тоже слышу от некоторых людей говорят там мы там машинкой подстригли ну может быть некоторые модели есть такие что и можно подстричь в принципе но в основном это как сказать специально нужна машинка так друзья всю мордочку мы сделали друзья сейчас я вам покажу как выстригать лапку нам смотрите я сделала видите нужно минимальную и стрижем я люблю вот так выстригать лапки и хорошо мыть хорошенько держим лапу у нас собачка не вырывалась никуда вот таким вот образом выстригаем каждый коготочек вот так вот прям расставляю пальчики и выстригаю вот так вот смотрите друзья между пальчиками все видите как снимаю лишний волос машинка не острая вот абсолютно смотрите я трогаю свою руку она меня не режет так что можете ну как бы вы не порежете свою собачку большой плюс в этом есть потому что есть очень острые триммеры которые ну только до собаки вот так вот придавил и уже ранка может быть то есть надо аккуратненько знаете чувствовать как придавливать здесь я вот уже смотрю что больно собаке вы не сделаете я ее кстати подключила потому что она у меня начала очень так тихо работать и я поняла что она у меня разряжается я ее подключила она у меня сейчас работает от сети так само здесь с обратной стороны вот так вот держим лоб хорошо и выстригаем вот здесь все вот так вот прям хорошенько хорошенько выстригаем все знаете единственное что когда много захватывает волоса у нее бывает такой какой-то звук машинки вот ну как резкий можно так сказать какой-то как вроде бы ритм немножко сбивается от звука ну в принципе это стричь она стрижет греться она холодная она у меня не нагрелась вот я стригу всю собаку она у меня до сих пор не нагрелась это тоже большой плюс она не греется нож холодный абсолютно он не греется то есть собаку вы не печете потому что многие машинки пока дострижешь собаку уже нагревается нож друзья вот так вот делаем сделали мы лапку сейчас я вам покажу как сделать окантовку на лапке смотрите расчесываем хорошенько расчесали но мне нравится эта длина я не убираю покороче просто хорошо расчесываем еще раз напоминаю собачка у меня волос густой такой пушный так скажем так ставим лапочку ставим лапку ставим лапку и начинаем отсюда и ведем вот так вот вниз вот так вот мы делаем округленную лапку можно просто прямую было сделать но мне так нравится больше я сейчас делаю округленную лапочку вот так видите как получается как полу такой закругленная и вот так вот эту сторону тоже мы держим и обстригаем так так смотрим и здесь длину убираем впереди так я держу прижимаю пальцем потому что у нас видите вьется волос в разные стороны здесь и вот так вокруг лапки я обвожу ножницами обводим вот так вот ножницами так что везде у нас было все одинаково так само делаем сзади очень аккуратно делаем потому что здесь у нас еще есть один пальчик на передней лапке на задней нет на передней есть еще один пальчик так что делаем все аккуратненько чтобы собачку не поранить все друзья по этой лапке по передней я так само буду делать и заднюю лапочку все смотрите вот такая получается красивая лапка итак друзья ну что я достригла нашей новой машинкой сделали мы эксперимент значит я достригла этой машинкой полностью собачку смотрите вот такая у нас собачка получилась вот такая у нас стрижечка получилась сейчас мы пойдем купаться вот у меня ложится и все короче в общем вот такая у нас собака получилась Лаки ты красивый получился ты красивый ты красивая друзья нормальная машинка для домашнего использования можно стричь я думаю абсолютно любую породу собак в конце правда я ее когда уже обстригала вот последнюю лапку я подключила уже ее к питанию потому что у нее был такой какой-то медленный звук и я решила подключить ее потому что она реально начала работать быстрее она просто разрядилась но не полностью разрядилась не потухла когда включаешь ее в сеть она начинает работать обычно вот как заряженная машинка это большой большой ее плюс потому что многие триммеры когда они разряжаются вы уже ну пока не зарядите то есть не поставите или знаете есть такие как бы база или в базе или подключите пока до ну здесь обычная зарядка вот такого типа адаптер обычный то есть он обычно подключается вот так вот и вы можете работать включить вот так вот то есть шнур вставить в розетку и дострелять спокойно собаку это большое ее преимущество и плюс вот ну у нас ну у нас есть нож в подарок у нас есть двое шикарных я считаю ножничек вот вот такой набор полностью с насадочками разными масло щеточка я машинку чистила уже брала щеточку но щеточка и масло обычное как и в каждой машинке идет она трехватка она очень очень ну как вы понимаете что такое трехватка это очень тихая в работе машинка я же говорю для домашнего использования постричь собаку вам хватит за головой вот что хочу сказать насчет вот этих феникса шикарных ножниц это уже грумером такой мой совет купите не пожалеете ну сто процентов купите и не пожалеете ножницы просто обалденные шикарные снимает сразу большую толщину волос вот они так само можно отдавать их заточку я узнавала уже про я звонила своему заточку спрашивала я когда перед тем как заказывать их я спросила говорю буду покупать машинку сбросила ему на вайбер название машинки затачивает ли он ножи я узнала он их затачивает это керамические ножи их можно затачивать так само в принципе как и в лили у машинки я затачиваю спокойно работаю то есть ножи работают годами Это не одноразовые машинки, друзья. И так само про эти ножницы спрашиваю. Он сказал, ножницы шикарные для своих денег. Тем более узнал, по какой я их скидке покупала. Одни 16 долларов вот эти. Одни я купила за 19,5 долларов. Это были, друзья, скидки. Плюс вот такие две расчески были к ножницам. Были вот такие две шикарные расчесочки. Было и шло в подарок у меня. Так что вот, друзья, вот такие у меня покупки. И я вам советую купить. Ну, как бы, это не то, что, знаете, такая прям реклама. Но кому нужно, я считаю, что если вам нужно, то вы можете спокойно брать и работать хоть ножницами, хоть машинкой. Они своих денег стоят. Эти все вещи, они своих денег стоят. Так что всем, друзья, мы с Лакой всем говорим. Пока-пока. Всем удачки. Всем всего хорошего. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.